Продолжение следует... Не знаю я... Гнида какая-то сказала... Ну ты других-то не вини... У тебя своя голова на плечах... Да не знаю я, сорвался... Потом понял, что все фигня это... Что мне Алёнка нужна... Что Алёна это все, что у меня есть... Ну может и Соня позвонила... Ты знаешь, бабы они такие... Макс... Делать-то что? Знаешь где она работает? В школе... Адрес знаешь? Нет... Ладно... Пойдем к нам... Будем обзванивать... Вряд ли эту школу на другом конце города... Найдем... Алёна... Что с вами? Вам плохо? Володь... Простите... Я сейчас не хочу ни с кем разговаривать... Я понимаю... Может я могу чем-то вам помочь... По крайней мере выслушать... Этому уже не поможешь... Вам же было очень плохо... Как вы смогли жить дальше? Что-то случилось? Пожалуйста, отвезите меня к Саше... Конечно, как скажете... А знаете, лучше... Другое место я вам покажу... Хорошо... Садитесь... Если педагога видит меня в слезах... Прогонит... Вы что, собираетесь в таком состоянии петь? У меня два выхода... Либо лечь и умереть... Либо петь... Алёна, вам нужно просто отдохнуть? Нужно... Мама мечтала, что я поступлю в консерваторию... А я... Вы не должны никого винить... В особенности себя... А я никого не виню... Просто если б я уехала тогда в Москву... Всё б сложилось по-другому... Ну да... Тогда бы я вас не встретил... Остановите, пожалуйста, здесь... Спасибо, Володь, что подвезли... До свидания... До свидания... Иду, иду... Саша... Саша, успокойтесь, пожалуйста... Кто вы? Где Алёна? Алёна? Да, Алёна... Моя жена... Так вы... Артём... Господи, зачем нас так пугать? Простите, мне нужно с ней поговорить... А... С чего вы взяли, что Алёна здесь? Мне в школе рассказали... Ну и потом... Она ж никого не знает в этом городе, кроме вас... Я не знаю, что у вас там произошло... Но я её вчера еле в чувство привела... Вы можете мне не верить, но я не виноват перед Алёной... Помогите мне... Я не могу без неё... Я не знаю... Пойду... Проходите... Чаю хотите? Она мне ничего не сказала... Про ребёнка, про вас... Знаете, у меня в классе есть такая девочка... Её обижают... Она губы сожмёт... Плачет... Самая маленькая в классе... Но молчит... Да... Похоже... Я ей говорю... Лиза... Ты скажи, кто тебя обидел... Давай разберёмся... Она только головой мотает... Спасибо... Неудобно как-то получилось... Два часа меня ждали... Артём... А по вам не скажешь, что у вас что-то случилось... Как-то называются у психологов... Невозможность выражать свои эмоции... Алёна... Мне не нужно в себе всё держать... Алёна... Молодой человек... Тёма, не смей! Значит, так ты переживаешь... Да всё... Я тебя по всему городу ищу... Да господи... Я умереть готов, чтоб ты простила меня... А ты с каким-то... Полагаю, это ваш бывший жених, Алёна? Что это за тип? Ты не имеешь права устраивать мне допросы... Скажи ему, чтобы он уехал... Я никого не о чем просить не буду... Плевать... Алёна, слушай... Давай уедем отсюда... Сейчас... Куда угодно... В Москву... К тебе домой... Но только вместе... Прошу тебя... Я с тобой... Никуда не поеду... Гордая, значит... Растоптать меня хочешь? Это твое последнее слово? Да... Ну прощай... Алёна... Я вам завтра посмотрю... Макс... Здравствуйте, дядя Федя... Заглянул стервец... А я ж думал, загордился... Ну проходи, проходи... Спасибо большое... Извините... Дядя Федь... А вы Тёма не видели... А то я третий день его ищу... Все без толку... Ну тут он... Он тут... Закрылся и не уходит... Слушайте... Так надо дверь ломать... Зачем ломать... Ножечку подцепить... Там замок хлипкий... Я сейчас принесу... Друг... Ты живой? Э... Живой... Это ж надо одному столько выпить... Да... Дядя Федь... Спасибо вам большое... Вы... Идите... Я как-нибудь сам, ладно? Ну давай... Эй... Макс... Какого лешего ты? Это я тебя спрашиваю... Какого черта здесь происходит? Ты сколько времени уже пьешь? Сколько пьешь... Долго себя жалеть еще будешь? Что это делать? Ладно... Моему другу нужен специалист... Он сейчас фабрику в лесу строит... Ему нужен инженер... Чтобы работу понимал... Чтобы людьми руководил... Вдруг... Спасибо за оказанную доверие... Да хватит! Ты же офицер! А ведешь себя как баба! Мне все равно... Ну тогда сам решай... Только я дали хочу всего вот так вот... Под горбу колобком... Пьяным колобком... И Алену ты так не вернешь... Ты сам все знаешь... Когда вы уезжаете? Здравствуйте! Здравствуйте! Все бросить! Вы почему? Так будет лучше... Ой... Владимир Алексеевич! Здравствуйте! Как вы кстати? Я как раз уговариваю Алену не уезжать... Может вы поможете? Ну я не знаю... Я на это право... А вы что... Прямо сейчас собираетесь уезжать? Прямо сейчас? Нет... Прекрасно... В таком случае у меня к вам огромная просьба... Насчет дочери... Что-то случилось? Мы можем поговорить? А... Да... Я пойду... Понимаете, Алена Михайловна... У меня сейчас проблемы с бизнесом... Угу... Если я их не лишу... То... Могу всего лишиться... И чем я могу помочь? У меня Вера болеет... Я не могу ее взять с собой... И няня, к сожалению, не может остаться... Вы не могли бы побыть с ней хотя бы один вечер? Владимир Алексеевич! Здравствуйте! 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 Какой приятный сюрприз! Что же вы в коридоре? Пойдемте ко мне? Извините, я здесь как частное лицо... Я к Алене Михайловне... Но это же не мешает нам попить чай, поговорить... Простите, я общаюсь с Аленой Михайловной... А потом я должен срочно ехать... У меня нет времени на чай с вами... Извините... Понимаю... До скорой встречи... Всего доброго... Дети, не шуметь! Ну так как, Алена Михайловна? Конечно... Если такая ситуация... В таком случае я вас жду через час возле школы... До встречи... 9 посечника В таком случае... Берегите, сейчас выкроите... Слышите, сейчас выкроите... Не, 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 не В таком случае... Аль Савельсмон В таком случае... washingали... Вообще... Ой, ой, вы простите, я не хотел будить. Спите, спите. Спите чего? Как ваш бизнес? Все хорошо. Сумели договориться. Мой партнер немного истеричный, но мужик хороший. Как Вера, не скучала? Да вроде все нормально. Температуры не было. Я ночью вставала к ней несколько раз. Угу. Ты простите, вы спасительница моя. Ну, вообще ничего не соображаю. Всю ночь за рулем. Вы спать ложитесь, а я пойду. Да нет, ну куда вы пойдете в шесть утра? Давайте я на вас чай мне пойду. Я еще успею три часа поспать, а потом я вас в школу отвезу. Угу. Вы себя совсем не бережете? Домой очень торопился. Привет, Саша. Спасибо. Ты чего такая? Какая такая? Загадочная. Это я загадочная? А кого Владимир Алексеевич привозит в школу на авто, а я ничего не знаю об этом? Ну все. Теперь вы думаете, что у нас роман. Скажешь, не роман? Не упусти. Такой жених. Саша, ну какой жених? Просто посидела с его дочкой, а утром он до школы довез. Не знаю, как ты, а он уже все давно до себя решил, я вижу. Счастливая ты, Аленка. Такой мужчина к тебе влюблен. Кравцова, зайдите ко мне. Так у меня занятие. Немедленно. Проходите. Вот что, голубушка моя. До меня дошла информация, что вы, пользуясь служебным положением, даете частные уроки на школьном инструменте. За деньги. Я не знаю, кто вам это сказал, но… А не важно, кто мне это сказал. Знаете, как это называется? Незаконное предпринимательство. Запомните, инструмент принадлежит школе, а не вам. Я никогда не брала деньги. Понимаю. Вам кажется, что Владимир Алексеевич клюнул на ваши глазки? Да мне ничего не кажется. Я просто помогла девочке. Пару раз не позанималась. Добрая душа. Так вот, запомните, если я услышу хотя бы об одном инциденте, вы тут же будете уволены. За что? За что? Я вам уже сказала, за что. Вообще, у нас запрещены романы с родителями учеников. Кем запрещены? Не стройте из себя умную. Можете идти. Прекрасно. Вы меня очень порадовали. Правда? Да. Вы меня впервые похвалили. Раньше не за что было. Деточка моя, у меня для вас новость. Вот. Что это? Это бланк. Его нужно заполнить. Осенью состоится большой конкурс. Это для вас шанс. Нам нужно заниматься как можно больше, желательно каждый день. Только так я смогу вас вытянуть на какой-то уровень. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо вам. А вот с эмоциями придется подождать. Сейчас все в работу. Все. И слезы, и любовь, и ненависть, и радость, и боль. Все это должно быть здесь, в вашем голосе. Поняли меня? Угу. Угу. Алё, проснись. Проснись. Подойди к окну. Что случилось? Ну иди же. Ладно. Саша, ты что сказала, что у меня день рождения? Ну что, мне теперь его звать сюда пить чай? Выйди, там решишь. Что у меня на голове? В твои годы это абсолютно не важно. Все. Давай, иди. А если бы я не вышла? Ну это уже вопрос из прошлого. А сейчас днем рождения. Спасибо. Не самый лучший день в моей жизни. А это мы сейчас исправим. Поехали. Куда? В одно прекрасное тайное место. Ты о нем не знаешь. Может быть, Сашу с собой возьмем? Как-нибудь в другой раз. Садись. Ну вот. Так красиво. Да. Хочу здесь дом построить. Ты шутишь? Нет. Как в русских сказках. Построил дом, привел в него молодую жену. Это мой подарок на день рождения. Выходи за меня замуж. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Фу. Он сказал. Второй раз в своей жизни. Алена, я люблю тебя. Люблю с той самой минуты, как только увидел. Володь. Я тебя совсем не знаю. Даю слово. Я никогда тебя не обижу. Не надо подумать. Понимаю. Я не тороплю. У тебя был трудный год. Я подожду. Ну что ты мнешься? Давай я позвоню Артему и сама все скажу. Это не наше дело. Это твой друг. Я не знаю, что это за фрукт ваша Алена, но не будет ехать девчонка в коронню, чтобы потом хвостом крутить. Послушай, я ничего о ней не знаю. А я про женщин знаю все. Я сама позвоню. Ладно. Помолчи только. Марин, или уйди. Уйди, слышишь? Ну не могу я про тебя разговаривать. Нежный какой. Артем, привет. Слушай, Тём, тут такая штука. Я Алену видел за другим мужчиной. Тёмка, приезжай и увези её. Хоть силком, хоть как. Слышишь? Слышу. Алло, Михайлов говорит, я уезжаю в город срочно. Да. Через дня два приеду. Всё. Ой, наконец-то. А я уж подумала, что Володя тебя украл. Ну как прокатились, интересно было? Ещё как. А я подумала, может и правда мне в деревню уехать? Вот сейчас школьный год закончится и махну к себе. Поедешь на каникулы. А я похоже замуж ухожу. Он тебе предложение сделал. Да. Только я ещё не решила. Но кольцо взяла. Казалось-то легче, чем я думала. Поздравляю. Всё же. У меня же там шампанское с вечера осталось. Давай полоточку, а? На счастье. Фужеры достань. Украина. 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 Ээ, ты чего спишь что ли? Эээ, эй! Эй! Держитесь! ДТП на Свердловском шоссе Этот самый тяжелый, травма позвоночника, внутренние повреждения Печет ли машину в пути Ну, шансы 50 на 50 Вы его родственник? Он мой лучший друг, у него здесь больше никого нет Ну, будем надеяться на лучшее Старик, ты как? Держишься? Тём, ты чего? Мне же доктор сказал, что операция прошла успешно Я ног не чувствую Тём, ты не раскисай, пожалуйста Мне врач сказал, что при должной терапии восстановление мышечных функций Оно возможно О Лене не говори Ты так и не сказала, куда хочешь поехать в путешествие А оно нужно, это путешествие? Вообще-то да Чтобы остались воспоминания в жизни Потом фотографии показывать внукам Ну, даже не знаю Можно поехать во Францию Заодно Верочке покажем с ним Вообще-то Свадебное путешествие Это развлечение для взрослых Ну, тогда Выбирай сам Пускай это будет сюрпризом Когда же принесут твою знаменитую фуа-гра? Скоро Алло Почему ты не хочешь приехать ко мне прямо сейчас? Володь, ну мы же с тобой уже говорили Наберись терпения У меня нет такого терпения Еще неделю назад ты мне убеждала обратно Что она практически безгранична Нагло врал А мне с тобой нельзя? Там же Сашка Понятно Вопрос снят Ну, тогда за тобой заезжай завтра И едем смотреть ресторан Хорошо Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok А тема, это ты? Максим Аллен, извини, пожалуйста Я сейчас на деловой встрече Я не могу говорить Максим, что с Артемом? Он жив? Да Максим, я тебя прошу Скажи мне, что с ним? Я же чувствую Прости, я... Я обещал ничего не говорить Я дал слово Я прошу тебя, нарушь это слово Скажи мне правду Месяц назад Артем попал в аварию У него травма позвоночника И он сейчас у меня Артем? Алена? 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 Тебя увидел, теперь мне Ничего не страшно Что ты такое говоришь Прости, Алленка Но тебе лучше уйти сейчас Не надо на меня такого смотреть Знай, Соня Для меня ничего не значит Я тебя любил И буду Уходи Я никуда не уйду Уходи! Я не уйду! Ты жив Я тебя не оставлю Заходи Верочка спит? Я ей подарок принесла Ты исчезла на пять дней Никого не предупредила Сашка в ужасе Я уже собирался Заявление в милицию подавать Володь, прости меня Ну что, так и будем стоять? Пойдем Нет, я лучше здесь все скажу Ален, я не требую никаких объяснений Я все понимаю Испугалась перед свадьбой Решила подумать Нет, все не так Я была с Артемом Артем болен У него перелом позвоночника Ему сейчас очень тяжело Прости, что дала тебе надежду Давай ему сиделку наймем Володь, о чем? Так какая сиделка? О том, что ты сейчас можешь совершить большую ошибку Ты хочешь связать себя с инвалидом? Он не инвалид Инвалид Ты хочешь с ним провести всю жизнь? Валя, он это Это не любовь Это чувство жалости Чувство вины И, пожалуйста, не говори, что ты виновата Да, я виновата Не делай этого, пожалуйста Володь, ты не понял Я люблю только его Я бы все равно от тебя ушла Прости Проходите Спасибо Ребята, глядите, кого я к вам привел Ну вот Примерно так я себе все и предоставляла Братушка моя Куда же вы пропали У нас конкурс на носу А вы Это непозволительная небрежность И отношение ко мне К музыке Что вы вообще себе думаете? Лена Всеволодовна Это Артем, познакомьтесь Здравствуйте Так это вы Вы посадили ее на цепь Голубчик мой Вы же должны понимать У вашей девушки Дарование Понимаете? Дарование Этот конкурс Может помочь ей стать певицей А она пропадает Ни ответа, ни привета Я понимаю Любовь Друзья мои Кто из нас не влюблялся? Ну нельзя же так разбрасываться Я не поеду на конкурс Так Что она сказала? Нет Нет, вы слышите, что она говорит? Простите ее Я не знал Алена Мне кажется, тебе надо ехать Как я могу поехать? Я тебя не оставлю, Лена Я что, убегу? Ты знаешь, раньше была шутка Куда родина пошлет, туда и поедешь Поняла? И жертв мне таких не надо Вы простите ее, пожалуйста Она завтра же приступит к занятиям Ежедневно Дорогой мой Извините, я вам чаю не могу предложить Но обычно я более гостеприимный Об этом не надо волноваться Благодарю вас за то, что вы вернули овечку в стадо Алена Я жду вас завтра Ровно в одиннадцать часов Будьте здоровы До свидания Я никуда не поеду Послушай, Алена Я с детства мечтал быть военным А я сейчас здесь сижу на этом кресле И мечтаю, как я встану отсюда на ноги И я встану Ты должна сделать то О чем ты мечтаешь с детства Слышишь? Иначе не приходи сюда Я эгоист Я не хочу мучиться чувством вины всю жизнь Поняла? А если с тобой что случится? Все, что случилось в моей жизни Это ты Остальное не важно На сцену приглашается очередная конкурсантка Алена Кравцова С Богом Зима пройдет С Богом С Богом С Богом Зима пройдет Зима пройдет С Богом 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 Поеду. Поставим тебя на ноги и поедем вместе. А Тедр подождет. Я отправил данные вашего мужа своему приятелю. Он практикующий врач в столичном центре. Он говорит, у Артема хорошие шансы встать на ноги. Одно но. Квоты на этот год я вам не обещаю. А операцию надо делать срочно, если хотим добиться восстановления. А сколько это стоит? Ну, если без денег, на дорогу, на проживание, только лечение, то вот. Так это целое состояние. Спасибо, что пришли, Владимир Алексеевич. Я понимаю, моя просьба. Любой бы на вашем месте отказал. Саш, ну что вы, я не забываю людей, которые бывают рядом в трудную минуту. Только честно скажите, зачем вам такая сумма? Это для Алены. Она собирает деньги на операцию для Артема. Продала свой дом, но денег все равно не хватает. Вот я и подумала, что вы могли бы помочь. Саша, зачем вам все это? Вы не спите по ночам, вы слушаете мои разговоры по телефону. Теперь относитесь с Аленой, как с писаной торбой. Может, пора своей жизнью начать жить? Ну, такая вот я деревенская дурочка. Люблю всех. Аленку люблю. Вас люблю. Довольно. Вы поможете Алене. Сколько еще не хватает? Десять тысяч долларов. Фигово. Ален, с Мариной решили заложить автомойку. Думаю, так хватит. Макс, ты что? Мы с Артемом никогда не пойдем на это. Тебе семью кормить надо. Ну, а если нет другого выхода? Ну, должен быть другой выход. Я могу устроить концерт благотворительный. Могу... Да уж. Я открою. Удивлена? Немного. Могу войти? Ясно. Мне Саша рассказал, и все. Я принес деньги на операцию твоему. Я не возьму. Ты возьмешь. Я не могу принять с тебя деньги. Артем меня не поймет. Ничего поймет. Я же тоже не мог понять, как буду стоять рядом с тобой разговаривать. Однако вот стою, разговариваю. Ален. Ален, я хочу отдать деньги и исчезнуть. Бери. Ты просто отдашь деньги и все? Да, просто отдам. Меня дочь в машине ждет. Бери. Ален. Ты счастлива? Да. Я рад. Пока. Кто приходил? Нет, Мороз. Принес мне новые ноги? Почти. Макс, ну ты видишь или нет? Марин, не суетись, пожалуйста. Пацаны, тише. Вон, вон они. А-а-а! Тема! Давай, давай, давай. Ха-ха-ха! Пойдем быстрее. Здорово! Эй, богатыри! Привет! Привет! Ну, здорово! Привет! Тихо, 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 расставься. Ну, как? Ну, что вы, как? Надолго? Не очень. Аленке контракт предложили. Стажировка в театре на следующий год. Смотри на него. Смотри, да? Заговорили уже, как настоящие столичные жители. Да, да, да. Эй, провинция, а вы не находите, что сегодня моя жена очень хорошо выглядит? Хорош! Вы что, поженились? Поздравляем! Спасибо. Я, как только ходить начал, сразу запрыгал в ЗАГС. С костылями. Да, Аленка. Смотри, скоро Артем бегать будет, а мой. Учебня. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова